Дорогие гости, дамы и господа, итак, мы начинаем наш вечер с милой семейный прием у графа и графини Ростова. Я хотел бы напомнить, что мы посвятили этот бал юбилею Ивана Николаевича Толстого и юбилею выхода в свет романа «Война и мир». И предлагали сразу же перенестись на его страницы. Итак, Москва, 1805 год. В доме у Ростовых были именинницы Графиня и ее меньшая дочь. С самого утра подъезжали и отъезжали экипажи, подвозившие поздравителей, к большому всей Москве известному дому графини Ростовой в Свипово. Сама Графиня с супругом, красивой старшей дочерью, и давней подругой Клиении Трубецкой принимали гостей. Марья Львовна Карагина с дочерью. 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 А Пьера, Пьера, того вы знали из Петербурга в Москву. Да что, бежали сделали. Представляете себе, можете себе представить, они где-то втроем достали медведя, посадили медведя с собой в карету и поехали, как висы. Прибежала полиция их унимать. Они поймали кварталь, привязали его спиной к медведю и пустили в бой. Медведь в лавре, да, квартальный, на нем. Хорошо, Романша, Игорь, квартальный. Ах, ужас какой граф, ну на чем я здесь смеялся. Медведь в лавре, наверное, семенинницы, и звонишь из них. А вот это. Машер, я вам там буртуру на все свое время. Илья, ты еще балуешь ее? Попал. Да, да. Боже мой, с семенинами. Какой блец, и дитя. Еще дитя? Кукла! Ой, это прелестное существо, ваше мечта. Порок, порок. Порок, порок. Вся от меня. Вся от меня. Может быть, я балую ее, конечно, но право это лучше. Я старшую держала строго. Да. Меня совсем иначе. Спереди, пожалуйста. Господа, господа, вы пусть уже собрались. Может быть, пара и танцы начать. Дмитрий Иванович, сейчас приезжайтесь. Слушаюсь, сейчас приезжайте.